Давыдково, Деньково, Шапково, Березовко, все эти деревни входили в состав Деньковского сельского совета. В 1941 году здесь проходили жесточайшие бои. Сражались здесь легендарные даваторцы, катуковцы, панфиловцы. В год 75-летия победы все мемориалы приводятся в порядок. Причем они не просто поновляются, они восстанавливаются и принимают в этих работах участие и общественная палата, и муниципальные служащие, и предприниматели городского округа Истра. Конечно, очень печально видеть, когда памятники приходят в какое-то запустение, и люди могут прийти, молодежь и дети приходят и видят, допустим, что буквы выцвели, что невозможно уже прочитать фамилии. И, конечно, у них это может накладывать на них какое-то впечатление, что это неважное и ненужное. И поэтому даже такая простая вещь, как обновить надписи на памятниках, мы не могли пройти мимо этого. И когда к нам обратились за помощью, мы, конечно же, откликнулись и выделили средства, потому что для нас это тоже важно. На мемориальной плите в Давыдкове имена и фамилии 79 погибших бойцов-красноармейцев. После реставрации каждое из них можно прочесть и почтить память. В Давыдкове в первую очередь были поновлены надписи на памятных знаках, вошедших в состав мемориала. Следующий этап – это капитальный ремонт вертикальной доминанты всего мемориального комплекса бетонной стелы. Мемориалы и памятники в Давыдкове и Денькове объединены общей историей. Историей битвы за Москву в декабре 41-го года на Волоколамском направлении. Мы находимся в центре деревни Деньково. Вот здесь, на этом месте до 1941 года стояло здание сельсовета, дореволюционной постройки. В 1941-м его, как и весь исторический центр старинной русской деревни, фашисты просто уничтожили. А в 1990 году на средства, собранные самими жителями деревни, и был установлен вот этот памятник. В отличие от мемориалов Давыдкове, здесь нет захоронения. Это памятник погибшим воинам, защищавшим Денькова, и односельчанам, которые не вернулись с поля боя. Герой-красноармеец с ребенком на руках, словно склоняет голову перед павшими товарищами. Сама скульптура в хорошем состоянии. А вот пьедестал под ней в этом году укрепили и покрасили. Он буквально рассыпался. Но на этом реставрационные работы не закончены. В первую очередь, как и в Давыдкове, были поновлены надписи на мемориальной плите. В ближайшее время будет полностью переложена плитка на основание монумента. Когда будет заменен бордерный камень, дальше, я надеюсь, с помощью администрации городского округа Истра и соответствующих муниципальных служб всю эту территорию, надеюсь, в текущем году сможет ждать комплексное благоустройство. Полностью заменить плитку и бордерный камень предстоит и у памятника на месте захоронения Евдокии Травниковой и Ивана Лаврова. В 1941 году вместе со своим односельчанином, красноармейцем Лавровым, она возглавила партизанский отряд, который активно противодействовал немецко-фашистским захватчикам во время боев на Волоколамском рубеже. Нацисты схватили Травникову неподалеку от Наденькова в селе Теплое. Несколько дней пытали ее, привезли ее в деревню, водили ее по деревне в мороз обнаженный и в конце концов убили ее. Евдокия Алексеевна Травникова была председателем Деньковского сельсовета с 1923 года. Строила школы, поднимала сельское хозяйство, развивала культуру. Первый памятник на месте ее захоронения был поставлен жителями деревни в 60-е годы. Современной также на средства жителей уже в 90-е. Евдокия Алексеевна Травникова, пожалуй, один из лучших примеров, которому могли бы следовать современные управленцы. Эта женщина не только привела вверенный ей Деньковский сельсовет ко всем тем успехам, которые могли себе позволить сельчане в советское время, но и отдала свою жизнь за тех людей, чьи судьбы были вверены ей. С течением времени, к сожалению, полностью исчезла гравировка, пришлось ее восстанавливать. В этом году, после проведения историко-культурной экспертизы, памятник станет объектом культурного наследия. А мы отправляемся дальше, туда, где в 41-м году проходило большое сражение. Вот эта дорога, которая ведет к мемориалу близ хутора Федоровка, десятилетиями была бесхозная. В этом году, благодаря усилиям администрации и общественной палаты городского округа Истра, она, наконец-то, будет принята на баланс и даже отремонтирована. Вообще же, на территории Деньковского сельсовета, как он раньше назывался, мемориалы и памятники находятся буквально в километре друг от друга. Эту дорожку администрация планирует отремонтировать. Дальше следующий уже мемориал. Это, пожалуй, самое крупное воинское захоронение на территории Денькова. Здесь перезахоронен и герой Советского Союза Дмитрий Лавриненко в 41-м. За полтора месяца он уничтожил 52 вражеских танка. Памятник Дмитрию Федоровичу открыли в 2002 году. Тогда, на торжественном событии, здесь встретились однополчане Дмитрия Лавриненко, ветераны легендарных дивизий. Сюда не раз приезжала дочь генерала Панфилова Майя Ивановна. Обратите внимание, фамилия написана через букву «Е». Эту ошибку признали, но долгие годы ее так никто и не исправил. Надеемся, что во время реставрационных работ на этом мемориале и это будет исправлено. Сам генерал Панфилов, удостойный звания Героя Советского Союза посмертно, погиб близ деревни Гусенева, где в 1991 году установлен памятный знак взамен двух прежних. Инициатором его сооружения выступил Союз ветеранов Афганистана. А в этом году, благодаря работе Общественной палаты городского округа Истра, этот мемориал тоже обретет статус выявленного объекта культурного наследия. Мы будем и дальше рассказывать о восстановлении и реставрации военно-мемориальных объектов. Елена Айошина, Максим Рыков, Истра РФ